Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не подписаны на наш канал, советуем подписаться, поскольку на нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры на машины, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Наш сегодняшний обзор из серии «На что обращать внимание при покупке поддержанного автомобиля» будет посвящен машине B-класса, которая в свое время очень неплохо продавалась новой в салонах официальных дилеров. И наверняка попадет в перечень рассматриваемых моделей, если вы смотрите для себя обязательно леворульный автомобиль, возможно на автомате и по свежее погоду выпуска. Встречайте, Chevrolet Aveo в кузове Т300. Chevrolet Aveo в кузове Т300 это еще одна глобальная модель концерна General Motors. Эта машина продавалась во множестве стран под разными именами и марками. Технически это второе поколение модели, ее дорестайлинговая версия. Но рестайлинговые Aveo на нашем рынке уже не появились. Эти машины производились с 2011 по 2015 годы. Срок достаточно небольшой на самом деле. Выбора силовых агрегатов на российском рынке больше не было. Под капотом здесь располагался один единственно возможный двигатель объемом 1,6 литра на 115 либо 116 лошадиных сил. По-разному бывает, указывают в документах. Малообъемных же моторов типа 1,2 либо 1,4 в этом кузове Aveo на российском рынке официально не предлагалось. Привод, конечно же, только передний. Ну а коробка передач либо 5-ступенчатая механика, либо 6-ступенчатый автомат. В нашем случае это 2013 год 1,6 на КПП. И первое, о чем мы поговорим в начале обзора, это кузов автомобиля. Его толщина окраса, качество окраса и то, насколько хорошо он способен сопротивляться появлению ржавчины. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то Aveo на нашей практике встречались покрашенные по-разному. Были автомобили и с толщиной лакокрасочного покрытия стандартные 90-140, были и несколько более утолщенные от 120 до 170 микрон. В любом случае при осмотре подобной машины обращайте внимание на равномерность показаний окраса по всем элементам. Качество самого лакокрасочного покрытия достаточно неплохое, не хуже и не лучше, чем у большинства других легковушек. Во всяком случае, дефектов подобных таковым у некоторых вагов, когда лакокрасочное покрытие имеет свойство отслаиваться целыми пятнами, на этих автомобилях не встречается. Но сколы и царапины при интенсивной эксплуатации, конечно же, склонны на кузове появляться. А вот в том, что касается защиты кузова от коррозии, Chevrolet молодцы. У Aveo практически нет зон, которые вызывали бы какие-то нарекания в связи с тем, что являются очагами для появления ржавчины. Поскольку все кузовные панели у этой машины, кроме панели крыши, имеют оцинковку. Соответственно, даже сколы до металла на Aveo обычно очень не торопятся покрываться рыжим налетом. Но это касается только тех автомобилей, которые, выйдя с завода, так ни разу и не побывали в ДТП. В случае же, если речь идет про автомобили с аварийным прошлым, никакой гарантии от коррозии никто уже не даст. Поэтому при осмотре подержанного экземпляра в любом случае прогоните машину через подъемник. Скорее всего, все там снизу будет нормально. Но убедиться лишний раз не помешает. Что касается салонного электрооборудования, то здесь, в принципе, тоже все в порядке. Поскольку эти автомобили достаточно простые. Но если вам достанется Aveo в хорошей, богатой комплектации, обязательно проверьте работоспособность подогрева в сидении. Поскольку этот элемент относится к вещам, с отказом которых владельцы первых партий Aveo, в всяком случае, достаточно часто сталкивались на пробегах до 100 тысяч километров. В случае, если подогрев сидения окажется нерабочим, имейте в виду, что он поставляется в запчасти и поменять его можно без всяких проблем. Но будет повод поторговаться с продавцом. Второй момент – это климатическая установка. На этих машинах достаточно часто шумит вентилятор отопителя. Особенно это касается работы на низких скоростях. Поэтому при осмотре подержанного экземпляра обязательно проверьте климатику на предмет исправности. Прощелкайте все скорости вращения вентилятора. Также посмотрите все температурные режимы и все направления обдува, чтобы все функционировало исправно. Ну а теперь поговорим про единственно возможный двигатель под капотом российского Chevrolet Aveo. Эта силовая установка носит индекс F16D4. Конструктивно мотор достаточно простой. Это чугунная рядная четверка. Здесь головка блока на два распредвала, 16 клапанов. Есть фазовращатели на впуски и на выпуски. Привод ГРМ ременный. Впрыск топлива обычный распределенный. Ну а из дополнительных сложностей по мотору разве что впускной коллектор переменной геометрии. Правда, в отличие от автомобилей Mazda или, например, Ford, проблем этот самый коллектор не доставляет никаких. Что касается периодичности обслуживания, ремень ГРМ на этих машинах по замыслу производителя должен меняться раз в 120 тысяч километров пробега. Однако мы рекомендуем этот интервал немножко подсократить для собственного спокойствия. Поскольку если ремень порвет, клапана будут загнуты. Гидрокомпенсаторов клапанных зазоров, кстати говоря, на этом моторе нет. Поэтому регулировку нужно выполнять вручную. Либо по симптоматике, либо раз в 100 тысяч километров пробега по регламенту. Примерно около того же пробега нужно будет обновить и ремень навесного оборудования. Регламент замены свечей, если говорить про оригинальное и хорошее топливо, на котором, по идее, и должен эксплуатироваться любой автомобиль, это 60 тысяч километров. Но в наших условиях допустимо его слегка сократить. И желательно все-таки менять свечи, если не раз в 30, то хотя бы раз в 40 тысяч. Следить за качеством и состоянием свечей зажигания важно еще и потому, что в случае, если этими моментами пренебрегать, можно преждевременно поменять вышедший из строя модуль зажигания. На этом моторе не 4 отдельные катушки, а одна большая с 4 наконечниками. Которая, конечно же, стоит дороже, чем индивидуальная катушка на один цилиндр. Но, во всяком случае, на этих моторах, если вы видите ошибку по пропускам зажигания, вам не нужно ловить, на каком цилиндре эта катушка вышла из строя. Выкидываете старый модуль и ставите новый. Дилерский интервал замены масла на этих двигателях это раз в 15 тысяч километров пробега. Однако этот интервал лучше сократить вдвое, до 7-8 тысяч километров пробега. При эксплуатации на грязном масле на этих двигателях имеют свойство выходить из строя сами фазовращатели. Муфты достаточно недешевые по меркам бюджетного автомобиля. В случае, если вы только-только начали слышать их некорректную работу, которая проявляется в виде характерного дизеления при работе двигателя, а исправный мотор F16D4 должен работать тихо, можно попробовать отделаться чисткой фильтров сеток электромагнитных клапанов, управляющих, собственно говоря, фазовращателем. Но, если это не поможет, то тогда только замена. Этот момент относится к характерным проблемам данных моторов и у владельцев, эксплуатирующих автомобиль по дилерскому регламенту, либо менявших масло еще реже, муфты-фазовращатели иногда приезжали уже к пробегу в 100-120 тысяч км. Также при осмотре Chevrolet Aveo первым делом нужно заглянуть в расширительный бачок системы охлаждения на предмет наличия в антифризе масляной эмульсии. Причина в маслоохладителе. Теплообменник, служащий для более быстрого прогрева масла до рабочей температуры, имеет много прокладок, которые со временем прекращают выполнять свои функции, и антифриз может смешиваться с маслом, что проявится в виде появления эмульсии в расширительном бачке, либо теплообменник может потечь маслом и наружу. И в этом случае двигатель под впускным коллектором окажется весь буквально в смысле уделом свежим маслом. Проблема известная, возникает она с некоторой периодичностью, грубо говоря, при обычной эксплуатации раз в 2-3 года прокладки нужно обновлять, поэтому важно ее вовремя выявить и устранить. Ну и, пожалуй, последнее, о чем стоит сказать отдельно, это электронный термостат. По этим автомобилям могут появляться ошибки как температурного датчика термостата, так и ошибки по работоспособности нагревательного элемента термостата, и течь самого корпуса термостата, который в оригинале шел пластиковый. В любом случае, при покупке авиа диагностика сканером обязательно, и в случае наличия каких-либо ошибок по электронному термостату его придется менять, а его стоимость, как правило, в 2-2,5 раза выше, чем у аналогов обычных неэлектронно управляемых с других автомобилей. Ну а вообще, за работоспособностью системы охлаждения на этих машинах нужно также следить, как и на любых других. В остальном, по большому счету, двигатель останется проконтролировать только на наличие масляных течей. Задний сальник коленчатого вала, прокладка клапанной крышки, в общем-то, все как обычно. А вот в том, что касается поршневой группы F16D4, мотор весьма неплохой. При должном уходе, если двигатель сильно не перегревать и следить за исправностью работы всех систем, эта поршневая пройдет до 350 тысяч, а может быть даже и больше, до капремонта. Так что, внимательная диагностика при покупке, нормальное обслуживание и противопоказаний к покупке этого мотора нет. Что касается коробок передач, здесь было два типа трансмиссии. Пятиступенчатая механическая коробка корейского происхождения D16. Сама по себе коробка передач, на самом деле, не проблемная. Слабым местам, относительно, конечно, можно отнести выжимной подшипник, который нужно проконтролировать на предмет исправности в плане отсутствия постороннего гула при работе, при выжиме сцепления. Ну, а второй момент, это достаточно слабые сальники приводов, которые при покупке автомобиля с механикой нужно обязательно проверить на предмет отсутствия течи. Также иногда бывает на данных автомобилях встречается неравномерный износ диска сцепления, что приводит к появлению излишних вибраций при трогании. Само сцепление служит, в принципе, свои стандартные 100 тысяч километров плюс-минус, но очень сильно зависит от стиля вождения и от умения обращаться с третьей педалью человека, который эксплуатирует эту машину. Что касается автоматической коробки, здесь стоял классический гидромеханический автомат 6T30. Эта трансмиссия на 6 передач отличается достаточно капризным нравом в том, что касается ее обслуживания. Данная коробка не любит в гоночных режимах вождения, данная коробка очень боится перегрева, поэтому в случае, если вы хотите, чтобы она у вас отработала как можно дольше, советуем озаботиться установкой дополнительного на нее охлаждения. Ну и то, что является фактором, ускоряющим гибель данной трансмиссии, это грязное масло и его длинные интервалы замены, которые в данном случае не должны превышать 45 тысяч километров пробега. Грязное масло здесь очень быстро завыводит из строя гидроблок, ну а выход из строя управляющих компонентов, соответственно, тянет за собой и гибель непосредственно механической части трансмиссии. В случае, если вы изначально купили авиал с живой коробкой, то есть на тест-драйве эта трансмиссия у вас не пинается, не толкается и вообще работает адекватно, при соблюдении регламента замены масла вы сможете на этой трансмиссии проехать порядка 200-250 тысяч до появления первого необходимости вмешательства. А вот у тех людей, кто считал, что масло в коробку заливается на весь срок службы, менять его не нужно, да при этом еще и практиковали активный стиль вождения, эти автоматы иной раз погибали на пробегах около 100 тысяч километров. Так что при покупке подобного автомобиля обязателен как минимум тест-драйв во всех режимах с проверкой адекватности работы КПП. А что у нас с подвеской? Ходовая часть на Chevrolet Aveo в кузове Т300 достаточно жесткая. Эту модель концерн General Motors позиционировал как драйверскую, то есть подвеску затачивали скорее под управляемость, чем под комфорт. Что касается ресурса компонентов подвески, то у большинства вещей он здесь обычный легковой. Такие позиции, как рулевые наконечники, рулевые тяги, нижние шаровые опоры спереди, которые можно поменять отдельно от рычага, ступичные подшипники, передние амортизаторы, все эти моменты ходят за 100 тысяч километров без каких-либо вопросов. То же самое касается и самого дорогого компонента любой ходовой части рулевой рейки. Рейка здесь обычная гидравлическая и каким-либо особо малым ресурсом она не страдает. Естественно, если вы смотрите автомобиль с пробегом за 150, ближе к 200 тысячам километров пробега, на состояние рейки следует обратить самое пристальное внимание. И еще будущим владельцам авиа можно порекомендовать почаще менять жидкость гидроусилителя руля. Это обеспечит вам долгую и бесперебойную работу насоса. Жидкости там не так много, стоит она не так дорого, поэтому раз в 30-35 тысяч километров можно позволить себе эту процедуру. Из слабых мест ходовки спереди это традиционные для большинства моделей автомобилей стойки стабилизатора. В самых неблагоприятных условиях они обычно сдавались и не доехав до 20 тысяч километров. Но все будет зависеть от качества дорожного покрытия в том регионе, где вы машину эксплуатируете. Детали копеечные и меняются они несложно. А вот типичной для авиа проблемы могут быть тормозные суппорта. Причина, как правило, кроется в ускоренном износе направляющих скобы суппорта, после чего она начинает люфтить и может начать стучать при проезде неровности. Для предотвращения этой проблемы нужно взять за правило хотя бы раз в год обслуживать суппорта. Разбирать, чистить и закладывать новую смазку направляющих. Что касается задней подвески Aveo T300, то здесь у нас используется балка. Соответственно, сайлент-блоков здесь самый минимум. И, как правило, в такой подвеске ничего особо не выходит из строя до огромных пробегов от 200 тысяч километров. Но не в этом случае. При осмотре Chevrolet Aveo имейте в виду, что здесь на пробегах за 100 тысяч километров уже могут требовать замены задние пружины. Но, как правило, при диагностике не увидеть подобное сложно, поскольку обычно пружины ломаются. Также многие владельцы жаловались на маленький ресурс оригинальных задних амортизаторов, которые иногда начинали течь на пробегах в районе 50-60 тысяч километров. Но, если вы смотрите на машину, которая пробежала уже хорошо больше за сотни, скорее всего, задние стойки будут стоять умененные и, вполне возможно, не оригинальные. Не исключено, что с большим ресурсом. Ну и последнее. При покупке Chevrolet Aveo посмотрите на состояние сайлент-блока в самой балке. На этом автомобиле бывают случаи, когда сайлент-блок приходится менять по причине его расслоения либо растрескивания на пробеге еще до 100 тысяч километров. Итак, какие выводы можно сделать по 300-му Aveo в целом? Стоит ли рассматривать эту машину для покупки, либо нет? Если вы ищете для себя седан либо хэтчбэк B-класса, то, в принципе, обратить внимание на Aveo на самом деле можно бы. Первое, что в своем активе имеет этот автомобиль, это отличный кузов. Отличный как в плане стойкости к коррозии, так и в плане пассивной безопасности. На краш-тестах по системе Euro NCAP эта машина набрала 5 звезд. Максимально возможный результат. Ну и потенциальная возможность как можно позже завести знакомство со сварщиками в наших условиях все более частого применения в зимнее время реагентов на дорогах также добавляет свой плюсик. Двигатель F16D4 под капотом Aveo имеет несколько слабых мест, но эти слабые места очень хорошо известны и, по большому счету, элементарно диагностируются. А по части поршневой группы сюрпризов данная силовая установка вам вряд ли подкинет. Ее ресурс в 350 тысяч километров пробега в среднем достаточно неплохая цифра по нынешним меркам. К работе короткой передач, если говорить об автоматической, нужно, конечно, отнестись со всей внимательностью и при покупке желательно ее хорошо продиагностировать. Ну а проблемы с низким ресурсом компонентов ходовой части отчасти компенсируются ее недорогими запчастями, а отчасти компенсируются возможностью поставить сюда более качественные дубликаты, которые по ресурсу могут оказаться, как минимум, не хуже оригинальных запчастей. Так что, в принципе, за разумные деньги в лице Aveo T300 вы можете получить неплохой бюджетный автомобиль. Достаточно свежего года и приятной современной внешности. На сегодня все. Если наш сегодняшний обзор был вам полезен, понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть в наших обзорах далее. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас раздобыть и отснять. Также, если вы являлись или являетесь владельцем Aveo в 300-м кузове, и проехали за ним не одну сотню тысяч километров, вам есть в чем нас дополнить или в чем нас поправить. Указывайте в комментариях людям, которые задумались о приобретении подобной машины, именно ваш комментарий может помочь решиться на этом. Спасибо, что смотрели. Хорошего вам дня. Пока.